Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Обратный отсчет. До начала курортного сезона осталось 85 дней. Анапский археологический музей теперь и в интернете. Методы эффективной работы в системе ЖКХ. Мэр Анапа Сергей Сергеев провел рабочее совещание, чтобы определить слабые места и звенья одной большой цепи ЖКХ. Эффективность работы специалиста в управлении жилищно-коммунального хозяйства должна быть на очень высоком уровне в курортном городе. Поэтому сегодня глава города Сергей Сергеев собрал всех специалистов этого управления для того, чтобы познакомиться с каждым лично и понять, кто за какой участок работы отвечает. Можно сегодня на улице выполнять работы. У нас ничего не делается. Мы на город не похожи. Мы на хутор похожи сегодня. Штатное расписание у управления останется прежним. Но обязанности между специалистами глава потребовал перераспределить так, чтобы каждый участок работы управления был задействован максимально. Почему? Все они чистятся в одном месте, работают в другом, отвечают вообще за третье направление. И у каждого должны быть должностные обязанности, за которые они должны расписаться. Они все должностные лица. Тогда я буду вам повышать и заработную плату, буду повышать и должности, и есть средства в бюджете, самое главное. Они более настойчиво, вернее, более тяжело, чем наш разговор сегодняшний, добываются эти средства. Но я готов их распределять для тех сотрудников, которые работают. По мнению главы, сотрудник управления ЖКХ должен не просто отвечать за какой-то конкретный участок работы, а еще и просчитывать свои действия, думать, по-хозяйски относиться к затратам и организуемым контрактам. Вы посмотрите, я плавно перехожу к вам, к Римстрою. Вы посмотрите, что стелят ваши. Вы посмотрите, что они вот здесь передают. Я когда увидел, меня ужас взял. И тех, кто перестелил, тоже звезд с неба не хватают. Они понятия не имеют, что такое уровень, что такое отвес. Глава объявил выговор начальнику управления Янину за нерасторопность в организации контрактов и сделал серьезные замечания Римстрою по качеству их работ. Любовь Евсеева, Станислав Олько. Специально для Анапа. Регион. До начала курортного сезона осталось 85 дней. Об этом напоминает чиновникам специальный календарь обратного отсчета. На совещании в сфере санаторно-курортного комплекса обсудили задачи первостепенной важности. Рекламировать здравницы и город-курорт. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков призвал руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса больше внимания уделять популяризации Анапы на сайтах и в печатных СМИ. Ежегодно на Кубани принимают от 10 до 12 миллионов гостей. Для развития туриндустрии и совершенствования услуг в Анапе необходимо перенимать успешный опыт европейских стран и обмениваться эффективными методами работы. Для этого было создано некоммерческое партнерство. В Анапе успешно действует Анапская региональная курортная ассоциация «АРКА». Аналог только на краевом уровне «АТИК». Задача Краевой ассоциации – развитие региональной туриндустрии, продвижение региональных программ. Самообъединение призвано объединить всех участников туризма, лечебной базы и гостиничные комплексы. Это некий, так сказать, буфер между законодательными, гостиничными органами и предпринимателями. Должны понимать правильно. Представители новой ассоциации назвали преимущество консолидации, продвижение информации об участниках на каждом сайте и на сайтах партнеров, помощь в подготовке и участии в международных выставках, онлайн-консультации по четырем направлениям – экономика, организации и планирование, отраслевой консалтинг и юридическая помощь с перспективой на дальнейшее развитие, поиск и применение новых технологий в работе. Все это призвано обеспечить ассоциация Краевого уровня. Пропагандируя опыт Европы, представители АТИК и сами переняли лучшее. Создав организацию, европейцы входят в состав одной или нескольких ассоциаций и перешагивают сразу через несколько ступеней. У анапчан регистрация и условия сотрудничества в ассоциации вызвало много вопросов, в частности финансирование. Бюджет АТИК формируется за счет членских взносов – 30 тысяч рублей в год. Организаторы также рассчитывают на субсидии в рамках государственных программ и спонсорскую помощь. Наталья Пухальская, Алексей Мехортов, Анапа. Регион. И к другим темам. Ищите археологические раскопки древней горгипии во всемирной паутине. Сотрудники археологического музея наполняют свой сайт историческими фактами. В создании сайта – требование времени. О богатстве коллекции, множестве выставок и мероприятий в музее Горгипи должны знать о напчании гостей курорта. Сейчас практически каждый музей имеет свой сайт. Это стало нормой времени. Тем не менее, до сих пор наш музей не был так широко представлен. Информация о нас отображалась на сайте Краснодарского музея-заповедника, филиалом которого мы являемся. Но вот мы посчитали возможным и необходимым создание такого сайта, на котором мы бы очень оперативно размещали всю актуальную информацию. Научные сотрудники и создатели сайта до мелочей продумали удобство пользования сайтом, гидом которого стал электронный человечек в греческой тунике. Разделы, коллекции, новости, выставки, музейная лавка дадут полную исторически достоверную информацию, ценную для экскурсантов и экскурсоводов. Для учеников, студентов, учителей. Мы это все уже начинаем заполнять постепенно. То есть это не только фотография, это какая-то информация, которая должна заострить внимание на себе. Здесь будут все наши научные публикации, которые уже выпущены, либо которые мы будем еще выпускать. Здесь же будут наши выездные мероприятия. Это те лекции, это та наша научная работа, которую мы несем нашим детям. Обратная связь с посетителями сайта происходит через раздел «Гостевая книга». И она даст возможность улучшить работу музея, а также получить ответ на любой вопрос по истории древней Горгипии и современной Анапы. В Новороссийске прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные Всероссийскому дню памяти погибших десантников. В город-герой приехали спортсмены из сильнейших команд края. Анапу представили пять юных спортсменов. И все принесли нашему городу воинской славы золотые и серебряные медали. Три первых места, два серебра и одна бронза. Таков спортивный урожай 12-13-летних борцов школы боевых искусств Южного Будакана в этих краевых соревнованиях. Соперники у юных анапчан были достойными и сильными. Это известная на татаме России отточенная техникой борьбы спортивная школа Верхней Баканки, которая заняла первое общекомандное место. Наши юные спортсмены удивили судей и болельщиков своей техникой, выносливостью и желанием бороться. У нас Чивкин Семен, один из наших лучших бойцов, дрался в двух категориях. Он всегда любит на в своей категории и на категории еще и выше. В одной он занял второе место категории, в другой первое место. Все думают, что он проиграет. У него вес 53, а у мальчика 70. И он победил его своим духом. Семен Чивкин – боец со стажем. Входит в сборную края. Победитель ЮФО 2014 года. Впереди у него всероссийский турнир. На этих соревнованиях в Новороссийске появились и новые герои клуба. Это Камалов Руслан. Он занял первое место. Причем он вообще противнику не давал никакого шанса. За минимальное время максимальная эффективность у него получилась. И Малюченко Данила, который у него как раз день рождения, он сам себе сделал подарок. Он победил, причем борца победил удушающим. То есть это тоже великолепно. Руслану Камалову звание победителя досталось нелегко. Ведь в финале ему пришлось встретиться с одноклубником. Со секретой борьбы друг друга оба знали. Противник Данил Шравель, он был сильный. И с ним я дрался долго. Победил его все в одно очко. Даже на болевой он меня выводил. Но мы не сосчитали, потому что немного у него не получилось. Многие из этих ребят, как, например, золотой призер Данила Малюченко, учатся технике сразу нескольких направлений борьбы. Ушу саньда, рукопашный бой МВД, тэквондо и комбат самооборона. Данила Малюченко победитель турнира «Ко дню памяти погибших воинов-десантников-2014». Потому что в футболе, в гимнастике нельзя себя защитить. А тут у нас тренер изучает искусство, чтобы себя защитить. Чтобы не обижать младших, не обижать девочек. А своим сверстникам Данила желает? Чтобы они занимались каким-либо другим спортом, не обязательно, на который я хожу. Он развивает человека, помогает ему стать сильнее в спорте и в жизни. Впереди у Южного Будака на бои на татаме четверть чемпионата мира по смешанным единоборствам. И в случае выигрыша анапчане отправятся на чемпионат мира в Испанию. Пожелаем им новых побед. Вадим Родин, Лариса Басова, Максим Лагоша, Анапа-регион. Телерадиокомпания «Анапа-регион» объявляет новый набор участников в детский проект «Стих на табуретке». Конкурс пройдет в двух номинациях. Стихотворение на тему «Моя мама» и «Мой папа». Разучите с ребенком стихотворение о маме или папе, запишите выступление малыша и пришлите на почту anaparegionsobako.gmail.com. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, возраст, данные одного из родителей и контактный телефон. В проекте участвуют дети до 10 лет. Прием заявок до 26 марта. Итоги конкурса будут размещены на нашем сайте anaparegion.ru. Победитель обеих номинаций «Моя мама» и «Мой папа» получат в подарок планшетные компьютеры. Партнер проекта – бутик украшений «Розы-бронзы». И это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 14 марта в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 7-9, ночью плюс 6 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 6 градусов тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333.